На каналах Загет поступил такой вопрос. Всегда стремлюсь во всем быть первым. Это правильно? Правильно ли иметь истребление к первенству? Вопрос только в чем первый? Видите, с одной стороны, такое истребление быть первым у человека – это некий такой двигатель прогресса. Человек чистолюбивый, хочет быть во всем совершенным. Он старается лучше учиться, он старается лучше работать, он старается, может быть, даже совершенствоваться в своей профессии больше и больше, чтобы достичь каких-то вершин, каких-то высот. Но это путь земной жизни и здесь свои земные законы. Всегда находится кто-то, кто лучше, всегда находится тот, кто совершенней, всегда находится тот, кто умнее, мудрее, больше знает. Здесь гонка бесконечная и может загнать себя. И, в конце концов, все это приводит к разочарованию, к обессиливанию, к опустошению. Потому что в самом первенстве, в удовлетворении своего эгоизма, на самом деле, нет никакой духовной пищи. Человек не питается духовно, он подпитывает свой эгоизм и, когда у него это получается, он чувствует себя в какой-то эйфории. Но, как только эта подпитка рано или поздно заканчивается, возникает чувство опустошения и людей. Человек голодает, духовно голодает, ему не хватает жизни что-то, он уже не понимает, что ему надо дальше. У него не все получается, как раньше получалось. Но есть другое первенство, первенство перед Богом, а здесь все наоборот. Здесь другой закон. Господь говорит так, что многие же будут первые последние, а последние первыми. Здесь есть такой закон последнего места, об этом говорит святитель Феофан Затворник. Он говорит, возьмите для себя такое правило, во всем занимать последние места, всегда пропускать вперед себя. К чему это приведет? Это приведет к смирению. Когда ты пропустишь кого-то в очереди, в бытовые простые моменты. Ты кому-то, может быть, передашь какое-то более важное дело, а не будешь на себя брать и будешь думать, что этот человек сделает лучше. Ты так или иначе даже сядешь где-нибудь в собрании, когда тебя приглашают, но не садись в президиум, не садись в первых рядах, садись в конце. Пусть лучше попросят тебя прийти на первый ряд или дальше, но ты садись подальше, чтобы посмиряться. Вот когда будешь смиряться в бытовых вещах, простых вещах, то постепенно у человека возникает навык смиряться вообще в более глубоком, более глубинном. И когда человек смиряется, то перед Богом такой человек становится первым, он становится ближе к Богу. И на самом деле, когда человеку не хватает духовной пищи, вот о чем мы с самого начала стали говорить, когда возникает опустошение, разочарование в жизни и не знаешь, как заполнить эту пустоту, которая внутри образовалась, у тебя не получается везде быть первым, тебя не понимают, ты какой-то до конца нереализованный остался, ты до конца не воспринятый, до конца не поднятый, начни смиряться, пропускай всех вперед. И как только ты приучишь себя смиряться, смиряться перед Богом в том числе и прежде всего, в конце концов, вот тогда душа наполнится Божьей благодатью, потому что ты станешь первым, первым перед Богом, а не перед людьми. Пусть ты будешь последним среди людей, но ты будешь первым перед Богом, условно говоря, конечно. И вот такое желание к такому первенству перед Богом, оно будет достохвальным, оно будет спасительным, ну, конечно, честочайно полезным всегда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok